Всем огромный привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне на канал. Мой канал о парфюмерии, меня зовут Лена. Я к вам сегодня с новым ароматиком, вернее даже с двумя. У меня сегодня распаковочка, посылки. Если вам интересно послушать, о чем я, оставайтесь со мной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Один у меня в пробничке, а один в полноразмерный флакон. Что могу сказать, ребят? Это филин филипп, по-моему так? Фили, фили. Филин. Короче говоря, вот такой вот бодуар Бель. Это аромат, вы знаете, я его тестила. Это покупка не вслепую. Пробничек я потом вам про него расскажу. Тоже парфюмчик, который меня очень интересует. Бодуар Бель от Филин Фил. Буду говорить так. У нас в Литуале, вы знаете, стоят эти парфюмы. Но тестила я его давно-давно. Потому что последнее время, сколько я подходила, именно, не знаю, другие как ароматы, именно этот тестер всегда, то ли там, ну нет, по-моему там жидкость была, по-моему просто не работал пульверизатор. То есть, то, чем пахло с крышки, тем и пахло, но уже довольно-таки непонятно, чем, чего и кого. Но, когда я однажды затестила, ребята, этот парфюм, мне он понравился с первого, как говорится, занюха, затеста. Просто, это очень необычный аромат. Вот, ребята, у меня ни разу ни одного парфюма от этого бренда. По-моему, бренд германский. Аромат выпущен в 2012 году. Но очередь до него у меня дошла сейчас. Я у многих девчонок его увидела. Хорошо, что они подсказали обратить на него внимание. Никогда не обращала на этот парфюмерный бренд. Даже вообще, даже не видела, что он у нас в Литуале стоял и стоит. Никогда не подходила. Но, когда девчонки все начали рассказывать про этот парфюм, я пошла его затестить. Посмотрите, какая коробка. Коробка такая красивая. Вот так все это дело открывается. И здесь стоит флакончик. Будуар Бейль Эде Парфам. Посмотрим. Ой, посмотрите. Ну, прекрасно. Классно. Между прочим, ребята, цена довольно-таки доступная для нишевого аромата. И тем более с моим промокодиком на рандеву. 10% скидочка. При заказе от 2500 рублей выходит совершенно выгодно. И всегда не перестаю повторять, ребят. Если денежек не хватает в магазине, всегда действует рассрочка, оплата частями. То есть за парфюм вы можете расплатиться за несколько раз. Если уж очень хочется, то, как говорится, почему бы и нет, если предоставлена такая вот опция. Это прекрасно и это здорово. Да и так на рандеву постоянно какие-то скидки, распродажи. Все это. Нет, ну, крышка простая, не магнитная. Здесь вот что-то выгравировано. Флакончик обыкновенный совершенно. Ну, как у многих нишевых ароматов, да. Что-то тут, по-моему, даже бумажные. Бумажные совершенно наклеечки. И это бумажная наклеечка. Ну, ребят, скажу вам, аромат очень интересный. И не каждому зайдет. Поэтому этот парфюм тяжеловато как-то брызгает так пульвик. Ну, может разработаться. Этот парфюм я никому без затеста брать не рекомендую. Потому что это очень необычная пудра. Здесь заявлены альдегиды. И действительно на старте прям слышится, знаете, вот это какая-то специфическая одеколонистость. Но в то же время в пирамиде мускус. Но мускус этот проявляется как пудра. И пудра это действительно какая-то такая сухая, рассыпчастая, породистая, скажем так. Здесь и роза слышна. И легкая какая-то сладковатая нотка. Заявленный ланг. И ланг, скорее всего, он здесь и придает некую сладость. Такая, как будто немножко желтоцветочность здесь действительно присутствует. Прямо мне вот видится. Он очень, ребят, такой, почему на себя не стала наносить. У меня вечер поздний, я прибежала с работы, там вздек забежала, все это забрала. И бегом-бегом, мне интересно. Уже, я говорю, я его тестила совершенно давно-давно. Мне очень захотелось его вновь обонять. Это действительно кто-то где-то написал или сказал, что это походит на пудреницу французскую, знаете, такую с пуховкой. Раньше были такие пудры. И действительно, это насыщенная композиция. Это плотная композиция. Густой такой аромат. Но, насколько я помню, потом он усаживается, становится более нежным, более приятным. Но он очень стойкий и долгоиграющий. Насчет шлейфа ничего не могу сказать. Я на себе не носила, пока я буду разнашивать, буду смотреть, как он на мне. Но, насколько помню, по-моему, шлейф хотя бы на вытянутую руку 100% у него имеется. Очень красиво. Очень необычно, не избито. Я вам скажу, что это действительно в моей коллекции самая необычная пудровая композиция. Кто-то может сказать, что этот аромат пудрово-помадный. Знаете, да, есть какой-то отголосок помады. Вот я хоть и не являюсь поклонником помадных ароматов. Да, там многие липстик фево, по-моему, от Джульет Хазаган. Хвалят, ой, какой помадный аромат. Я его не понимаю, если честно. То есть мне он не нравится, я не люблю такую выраженную помадность. И вот Нарциссаруш у меня был, тоже такое чувствовалось в нем помадность. Я его отдала сестренке. Как-то мне не особо он заходит. Но это совершенно необычно. Ну, я, конечно, буду разнашивать. Но у меня ничего похожего в парфюмерном шкафчике нет. Это действительно, ребят, самая необычная пудра. Кто любит что-то необычное, без затеста, конечно, вам не рекомендую. Но присмотритесь к этому аромату. С моим промокодиком, со скидочкой, очень даже выгодно получается. И для такой нишевой композиции действительно цена на рандеву более и более чем приятная. Я, как всегда, никого не призываю, никому не навязываю. Вы все люди взрослые. Прошли, промониторили, посмотрели. Я ссылочки все оставлю и на магазин, и на аромат. И, естественно, свой промокодик. Смотрите, мониторьте, ищите для себя более выгодные цены в магазинах. Очень красиво. Роза. Стала появляться роза. Такая, вы знаете, она прям, можно сказать, болгарская. Такая насыщенная. Бордовая. Густая композиция, ребят. Нелегкачок. Я говорю, не стала на себя наносить, потому что мне скоро спать ложится. Но я думаю, что и после душа он на мне останется. У меня муж не особый любитель парфюмерии. Да и я сама, ребят, люблю засыпать в ароматах более нежных, ненавязчивых таких. Моих любимых поливашечках. Красиво. Класс. Как я рада, как я рада, что у меня появился этот ароматик. Ребят, а другой парфюм у меня. Сейчас я что-то раскрою. Я взяла пробничек. Потому что аромат тоже достаточно дорогой. И мало того, еще очень противоречивый. Положили пробничек. Последнее время на рандеву кладут вот этот ароматик. Я уже его тестировала. Такой он нежный, цветочный. Такой поливашечка-поливашечка. И кремочек такой вот. Кремушек-кремочек. Спасибо большое за подарочки. Ребят, это аромат от бренда Нишане. Нишан. Как это все дело произносится. Называется аромат Ани. Тоже не буду на себя наносить. Потому что, дорогие мои, этот парфюм тоже называют выносящим мозги. Свербящим, надоедливым. Многие на фрагрантике... Сейчас он маленько разведится. Что-то я куда-то то ли мимо брезнула. Что-то прям совсем чуть-чуть попала. Где его, как говорится, вышибаемость и навязчивость. Многие на фрагрантике сравнивают его с зеленым любовником Гриллава от Лолит Олимпика. Сейчас посмотрим. Здесь и ванили, здесь и специи, здесь и смолы. Ну да, я вам скажу, специи слышны сразу. Вполне возможно, какой-нибудь кардамон, мускатный орех. Так, ванильность, да, легкая сладость присутствует. Ну, какой-то такой прям явной ванили. И пока я не слышу, ребят, но говорят, он со временем раскрывается. Такие ароматы, конечно, надо поносить. Но бальзамичность здесь густая. Густая, насыщенная. Я вам скажу, знаете, вот с первого затеста меня пока не впечатлил. Здесь очень много древесных ноточек слышу. Прям древесные нотки. Там, по-моему, в пирамиде и сандал. Но, ребят, нет ни огурцов, ни рассолов. Там, по-моему, сандал даже на первом месте, насколько я помню, пирамиду. Я говорю, прибежала, ребят, вот не заглянула. Конечно, я читала, смотрела, выбирала, какой парфюм я тогда смотрела пирамидку. Сейчас мне на ум приходят. Да и чувствовать начинаю. Очень много древесных аккордиков здесь. По-моему, 19-го года аромат сейчас больше ванильности, появляется больше сладостей. Теперь мне уже начинает больше нравиться. Ну, ребят, скажу, интересная композиция. Пока тоже не могу сказать, что у меня что-то похожее есть. Но хочется на коже, конечно, разносить. Но больше каких-то вот смол, каких-то хвойных аспектов. Не знаю, не пугающий, не отталкивающий. Меня пока что не напрягающий. Но если он там, как говорят, несмываемый, то есть он там стойкий, громкий, кого-то бесящий. Вполне возможно, ребят, если долго, во-первых, какого-то раскрытия дальше не будет. Да, и долго будет он. На вас можно, конечно, от него и устать. Ну, пока что такая легкая, да, что-то есть в отголосках. Сейчас вот эта ванильность, как будто легкая ментол. Прямо у меня в носу немножко холодеть начинает. Такой какой-то холодочек появляется. Интересно, от чего это? Ну, слушайте, ванильность больше пошла, сладость. Хм, ребята, очень интересная композиция. Слушайте, здорово же, что есть отливантики. А там, по-моему, на... Не знаю, как другие ароматы нишаны-нишаны. Там, по-моему, аромат они, они, они... Есть и в формате 8 миллилитров. Очень даже, кстати, удобно. Ребят, для знакомства аромат не дешевый. Меня не оттолкнул. Ну, скажем так, он меня даже заинтересовал. Хм, что-то есть похожее с Green Lover, но нет, они... Ну, как, не все то, что совершенно разные. Вот это какая-то, какой-то холодок, только как ванильность, анисовость, что ли, появляется. Ну, классный. Вот это ванильная сладость. Сначала я говорю, такой он какой-то острый, мне показался мужским, прям чистым мужским ароматом. Это унисекс. Вы знаете, ребят, я вам скажу, он больше похож не на Green Lover от Lolita Olympica, а Lolita OM ароматик. Я тоже пробнички тестировала. Если я не забуду, я ссылочку оставлю на это видео, где я пробовала пробнички. И именно Lolita OM, такой сиреневый флакончик, вот там. Ну, нет, там больше анисовости. Что-то вот и Green Lover, и вот этот вот Lolita OM. Ну, красиво, ребят, красиво. Денежку, конечно, стоит негуманно, но больше буду разнашивать, конечно, на себе, смотреть. Ну, очень-очень тоже интересная такая штучка. Не зря, не зря, вы знаете, все вот эти, как говорится, отзывы противоречивые. У кого-то любовь, у кого-то ненависть. Ой, буду арбе, какая это прямо сухущая пудра. Вот сейчас пудра розная такая. Ах, прям возле лица носить. Не-не-не, может задушить. Нелетний парфюмчик пудуар был нелетний. Зимний, осенний, весенний, я вам скажу. Ой, сейчас вот тут анинюха. Все больше и больше мне напоминает Lolita OM. Ну, значит, ребят, если он мне будет раскрываться, как GreenLover или Lolita OM, еще одной хотелочкой, так сказать, меньше. Слава богу, есть пробнички, можно попробовать. Всегда, ребят, вам говорю, когда и комментарий пишут, вот, купил, не пробую, я такая там кака. Кто заставляет? Берите пробнички, отливантики, тестируйте, носите. Понимаете аромат, нужен, не нужен. Поживите с ним. Никто не заставляет. Это, говорю, это мы, люди, парфлюбители, парфзависимые люди, берем на свой страх и риск. И, как говорится, никто никого не принуждает. Ну, а я вам, ребят, как всегда, желаю самых вкусных и любимых вами парфюмочек. Проходите в инфобокс, все ссылочки, всю информацию оставляю всегда внизу. Пройдите, промониторьте цены. В магазине всегда скидки распродажи, ну и промокодик на 10%, не забывайте мой, как говорится, если вы им пользуетесь, то и мне ароматики приходят на обзор. И таким образом у нас с вами обратная связь. Надеюсь, что моя информация, и, как говорится, мои ролики информативные, и, как говорится, вам в чем-то помогают не сделать опрометчивых покупочек. Ну и до новых встреч. У меня все. Увидимся скоро. Пока-пока.